Уважаемые подписчики и зрители моего канала, сегодня я решил сделать видео, как очистить тормозную жидкость. У меня на канале имеется видео, как прокачивать тормоза после прокачки тормоза. Вот такую тормозную жидкость я наливаю в такие посуды. Мы обратно в пустую баночку и смотрим, в каком он находится в состоянии. Грязная и мутная такая. Что я делаю? Я его отфильтрирую. Обычно я в такую баночку его фильтрирую. Сейчас, чтобы вы заметили разницу между грязной и очищенной жидкостью, я взял такую прозрачную бутылку. Для этого что нам нужно? Для этого нам нужна воронка. Если у вас воронки нет, то можно что-нибудь другое придумать. Вот примерно вот сюда, если подходит от бутылки, вот. Можно вот так порезать здесь, поставить туда промокательную бумагу и фильтровать можно. У меня воронка имеется, из-за этого я воспользуюсь своей воронкой. Воронку нужно ставить сюда аккуратно. И у меня есть специальная промокательная бумага. Может кто-то найдет такую промокательную бумагу. Может нет. Но у меня они с сравних времен, со серверских времен, в тетрадях, в 13 листовых тетрадях бывали. Я туда утащил, собрал большую кучу, до сих пор остались. Что я буду делать? Если у вас нету такой промокательной бумаги, можно использовать листок обычный от тетради, газету можно использовать. Любой, ну, чтобы она была обычной, ну, матовая. Не глянцевая, а матовая. Дальше. Вот этот листок загинаем на... Вот так. И берем один конец и косо его проводим. Так. Немножко косо. Вот так заметно. Так проводим. Берем ножницы. Аккуратно режем. Кругом. Так, кругом его режем. Порезали кругом. Дальше. Вот здесь открываем. Так, раздвигаем аккуратненько. Вот так получается. Аккуратно берем его, развлекаем вот так. И ставим воронку. Видите, вот поставили. Дальше. Берем нашу грязную жидкость тормозную. И аккуратно с краю заливаем. Почему? С краю. Потому что если на середину зальем, в середину, то она может порваться. Слабая бумага из-за этого. С краю надо аккуратно залить вот так. Вот, залили. Полночью не будем заливать, потому что по крайней мере она вылиться. Видите, какая она мутная. Видите, она какая мутная. А сюда уже падает капелька. Видно? Заметно, да? Вот, капает. На дне, если заметно или нет, не знаю. Таким методом можно сэкономить на тормозной жидкости. У меня собралось вот, раз бутылка, две бутылки тормозной жидкости. Обе надо отфильтрировать. И получится новая тормозная жидкость. Все время я так использую. Вроде никаких проблем нет. Тормоза тоже хорошо держат на такой жидкости. Она обычная жидкость, но только после прокачки она становится грязная. Фильтрируем, становится чистая. Нормальная жидкость. Это не однодневный процесс. Я каждый день по чуть-чуть буду его заливать и полностью отфильтрирую. Потом, когда закончу, я вам тоже покажу, сниму видео, покажу, какое состояние у него будет. Чистое оно у меня пройдет или грязное. Видите, она еще опустилась немножко. Полностью, когда опустится, возьму баночку, любую из них. И осторожно, где сюда. Мы в этот раз отфильтрировали тормозную жидкость, просто тот, использованный после прокачки, который слит ли. Мы взяли промокательную бумагу, в фильтр поставили промокательную бумагу и, видите, вот пропустили через него. Сколько грязи здесь очистилось у нас. Вот сейчас это убираю. Вот у нас тормозная жидкость. Такая у нас более чистая стала. Кроме того, что мы пропустили через фильтр, то, что там осталось, еще, видите, небольшой осадок. Видно, нет, не знаю. Небольшой осадок на дне. Нужно его аккуратно сверху слить. И, если есть такие чистые бутылочки, вот такие бутылочки залить. Вот. Можно вот эту тормозную жидкость использовать в машине. Ну, как вам сказать, нежелательно его использовать. Лучше использовать, конечно, чистую тормозную жидкость. Купить чистую. Такую использовать, если вдруг, такие крайние случаи будут, если нету тормозной жидкости дома, или в магазинах, если нету, такая необходимость будет, необходимость доливать. В таком случае нужно его использовать. Потому что, чем без тормозной жидкости ездить, лучше хотя бы, чтобы такая была. Но я не знаю, у него жёсткость падает после работы в тормозной системе или нет. Но я у себя в машине использовал. Вроде всё нормально. И тормоза держат. Всё нормально. Там никаких проблем не было. А так, вроде нормально. Вот так можно отфильтрировать, очистить. И в качестве запаса его держать. Тормозную жидкость. Если вам понравилось видео, подписывайтесь. Ставьте лайки. Надеюсь, это видео вам какое-то позже принесет.